Привет! Новый год через неделю, настало время выбирать подарки. Мы решили записать это видео, в котором расскажем про топ-20 подарков для гитариста. Поэтому, если вы сам гитарист и хотите сделать себе какой-нибудь подарок, либо один из ваших сожильцов играет на гитаре, то в этом видео мы расскажем про все, от чего будет в восторге любой музыкант. Мы начнем с самых недорогих, но необходимых подарков и будем идти по возрастающей к бесконечным деньгам. Поэтому давайте начинать. Наверное, первый подарок, которого вообще не бывает много для любого гитариста, это струны. Поэтому сейчас мы будем приставать к Вадиму, который нам про них расскажет. Значит, струны вообще это штука, которая является расходником. Они нужны всегда, всем и много, как правило. И если, например, даже человек играет редко и не так часто меняет их, то даже в этом случае есть специальные струны, которые максимально практичны в этом случае. Давайте сначала. Значит, струны какие есть? Из недорогих и хороших мы любим 2-3 бренда. Это SIT американские, Ernie Ball американские. Это, конечно, для нас и струны гитары. Но я, как пример, показываю, потому что они есть для 6-струны. Есть, соответственно, струнки Martin, одни из моих любимых. Они стоят... Конкретно это, это вообще 3 упаковки, 3 комплекта струн в одной упаковке. Они стоят 1600 рублей. Но есть, подаются по отдельности, они по 800 рублей и звучат очень круто. У меня на март не стоят, я прям кайфую от них. Есть еще 2 таких культовых бренда, которые нам сейчас больше всего нравятся. Значит, Dadario XS новая и Elixir NanoWeb фосфор-бронза. Эти струны, особенно тем, что у них специальное покрытие, которое сохраняет новизну и звук новых струн максимально долго. То есть это как раз для тех, кто не любит долго менять струны, то есть не меняет их каждый месяц. Вот их хватает на полгода, на год. То есть, по сути, сейчас вы поставите на гитару эти струны, и при этом, что вы играете редко, они могут стоять до следующего нового года прям. И важный момент в том, что это все сейчас было для акустической гитары. Есть еще ряд струн для классики. То есть классическая гитара – это та, что с нейлоновыми струнами. Поэтому здесь немножечко выбор по брендам меньше. Мы сократили его, потому что нам понравились струны Savaris, французские струны Savaris. Они есть карбоновые, есть нейлоновые. И есть тоже и в 900 рублей, и в 1700, и там в 2200. И, в принципе, для нас, как нам показалось, эти струны сейчас один из самых интересных. Пока парни заняты, я расскажу. На втором месте тоже расходники, но которых не бывает много, которыми сам лично очень много пользуюсь. Это разные протирки. Их можно покупать как по отдельности, так и в красивых наборах. Например, вот это – это лимонное масло, чтобы протирать гриф. Вот это – это гитарный полироль и очиститель, чтобы гитара всегда выглядела красиво. И вот такой очень классный очиститель для струн, чтобы струны дольше жили. Поэтому, если думаете, что у вашего домашнего гитариста уже точно есть все, то вот этих штук много не бывает, потому что они постоянно кончаются, и как раз раз в год их можно пополнять. На третьем месте у нас всякие стойки и держатели, которые тоже очень полезны дома. Они бывают, как, например, вот такие, такими пользуюсь я. Это крепежи, которые крепятся в стену, и у них специальный защитный механизм, который не позволяет гитаре упасть. Поэтому можете не переживать, что она оттуда упадет. И есть точно такие же геркулесовские держатели, но которые работают как стойки, то есть они просто стоят на полу. Очень классная штука. Четвертое место, и это Каподастры. Про них нам сейчас расскажет вот этот вот парень. У каждого практически гитариста, я считаю, должен быть Каподастр. Для чего он все-таки нужен? Если, допустим, вы поете, играете и используете какие-то открытые аккорды в первых позициях, и вам вдруг по голосу не очень это удобно, спасает Каподастр. Вот такая штука. Вы просто пережимаете... Сейчас я даже открою, покажу. Пережимаете гриф. Вот так. И играете такими же открытыми аккордами, только уже выше. Соответственно, для голоса будет очень удобно. Поэтому подарок будет очень классный. Их также существует несколько штук. Есть для классической гитары, для которой я сейчас показал, разных цветов. Есть пружинные, есть винтовые, самые разные. Есть для акустики, тоже самых разных цветов. Вот такой вот розовенький. Мы используем Каподастры буквально двух-трех компаний, в которых мы действительно уверены, в которых качество действительно очень хорошее. Это компания Кайзер. Это компания Шаб. И еще Дадарио. Дадарио сейчас у нас пока отсутствует, но это можно вырезать. Один из гитарных расходников, который теряется постоянно, это медиаторы. У нас их огромная палитра и по цветам, и по материалам, и по толщине, и даже по предназначению, потому что есть такие вот замечательные когти. Эта штука теряется за диваном, она теряется в карманах, заваливается в щели. Поэтому они нужны всегда, их можно брать много, можно дарить их прямо десятками, и всегда будет приятно гитаристу получить что-то такое. Я не узнал. А это специальный чехол пластиковый для медиаторов, чтобы не терять их. Он прикрепляется либо к гитаре, либо вот у нас на стенках он прилеплен. В общем, сюда помещается штук 5-7 медиаторов, они всегда с собой и не потеряются никогда. Поэтому вот как вариант. Да, и, конечно же, самый важный подарок, это то, чего всегда мало, это увлажнители. Увлажнителей много не бывает, у нас лютые зимы, поэтому есть гидрогель, который периодически заканчивается, его можно в неограниченном количестве дарить, покупать. И такие увлажнители, они не будут лишними, потому что иногда губка выходит из строя у ребят. Вот, и нужно периодически эти увлажнители, конечно же, новые. Поэтому забегайте к нам. Гитаристы, как и гитары, бывают тоже разные. Те, кто играет на акустиках классиках и те, кто играет на электрогитарах. Поэтому я буду чередовать акустический наш магазин с электромагазином. И на каждом подарке, который мы предлагаем, будут стоять чекбоксы. Подходит ли он для электро, либо он только для акустик или только для классик. Вот мы подошли к электромагазину. И сейчас мы пойдем терроризировать Артема, чтобы он нам рассказывал что-нибудь про подарки для электриков. Родэ! Здрасте! Собственно, одна из самых классных вещей, которая может быть. Мы вообще любим вещи, которые долго остаются с человеком. Это классный кожаный ремень. Потому что кожаный ремень, пускай он слегка немножко грубоват поначалу, со временем, когда ты его носишь, через месяц это становится вообще самая родная, самая мягкая и близкая к телу вещь. Вот, поэтому, знаете, у меня у самого есть ремень, ему уже 12 лет. И, короче, я вообще не собираюсь менять. И он даже не близок к тому, чтобы что-то с ним случилось. В общем, классный кожаный ремень, на него не стоит жалеть денег. То есть он будет стоить там где-то 3, 5, 6 тысяч. Но это будет вещь, которая останется человеком прям навсегда практически. Ну и раз уж мы говорили о ремнях, наверное, дополнением к ним будут стриплоки. Так называемый замок. Собственно, вместо ремнодержателя вкручивается одна ответная часть, на ремень держится другая, и у нас получается крепкий замок. Ну и, в общем-то, стриплок – классный подарок. Один из лучших подарков на Новый год для гитариста – это тюнер. Потому что многие настраиваются по телефону, это неудобно. Тюнер гораздо удобнее, живет на голове, снимает вибрацию гитары, поэтому все, прям берите его. Они недорогие, 600 рублей, 1000 рублей. Если ваш друг-музыкант ходит с гитарой, зачастую дорогущей, вот такой тряпочкой тоненькой, это явно признак того, что ему нужен классный чехол. Причем в большинстве случаев именно чехол, а не кейс. Потому что кейс – это штука такая малопрактичная, больше для того, чтобы красиво хранить. Хотя это тоже классная тема. Но если ваш друг практичный, то хороший плотный кейс с толстыми стенками, который будет защищать гитара со всех сторон, и в которой гитара будет выглядеть сексуально, это ровно то, что нужно. Разумеется, гитара бывает немножко разных форм-факторов, размеров, поэтому если вы до конца не уверены, что вам именно нужно, вы можете просто прислать фотку гитары вашего друга, а мы подберем под нее правильный чехол либо кейс. Без комбика или усилителя ни одна гитара звучать не станет. И хотя это дело личное, разные усилители имеют разный характер, есть вещи, которые можно предложить абсолютно всем. Например, у Blackstar есть такая модель, она называется Beam, которая совмещает в себе усилители для электрогитары, для акустики, для бас-гитары. Она же работает как офигенная просто блютуз-колонка, то есть вы по блютузу коннектите, запускаете музыку, звучит просто божественно. Мы себе в офис такой поставили, и в общем нарадоваться просто не можем, поэтому это отличный подарок для того, чтобы его поставить где-то не дома, а где-то еще, либо в офисе, либо на даче, где хочется тоже иметь возможность играть на любимом инструменте. Есть еще одна вещь, которой никогда не бывает достаточно ни одного гитариста, это, конечно же, гитарные примочки, педали, эффекты, их называют по-разному. Это различные перегрузы, овердрайвы, может быть, какая-то совершенно классическая вещь, вроде такого классического фуз-фейса, на таком же играл Сан-Джеми Хендрикс еще 60 лет назад. Или еще одна легендарная штука, это так называемая квакушка, она же Вау-Вау, она же Crybaby. А опять же, родом из 60-х, вообще совершенно легендарная вещь в истории музыки, и это то, что, в общем-то, должно быть у каждого. То есть стоимость классной педали, она варьируется где-то от 5 до 15 тысяч рублей. Разумеется, каждый музыкант желает играть на удобном, отстроенном и классно звучащем инструменте. И тут вообще все почести идут к этим парням, потому что без правильно отстроенного инструмента это было бы просто невозможно. То есть один из самых классных подарков, это подарить человеку полную отстройку электрогитары в мастерской гитарного клуба. Потому что это, на самом деле, целый цикл работы, это уход за ладами, это уход за деревом, это уход за покрытием. Вообще гитара возвращается как будто бы обновленная совершенно, и ощущения меняются тоже тотально. Уверяю вас, многие даже не представляют, что их, пускай даже не очень дорогая гитара, может быть намного удобнее. Вот дайте им ощутить, какой она может быть. Подарите отстройку в гитарном клубе. Если у гитариста уже все есть, и вы прям не знаете, что ему подарить, все материальное есть, еще гитарные курсы, которых много не бывает, они все разные. И вообще, в принципе, музыка это такое направление, где развивается нужно постоянно. Поэтому гитарные курсы это один из лучших подарков, который не обязательно начинать именно с 1 января. Можно начать и закончить, когда хочешь, можно распоряжаться ими как хочешь. Но главное то, что ты будешь осваивать новый материал и становиться круче. Как вы знаете, благодаря известному вообще не только музыкальных кругах анекдоту, сколько гитар нужно гитаристу? Еще одна. Поэтому я, будучи гитаристом, не могу представить для себя лучшего подарка, чем еще один инструмент в коллекции, потому что у каждого свой характер, у каждого своя эмоциональная составляющая. И вообще все они просто прелесть. Можно либо выбрать самостоятельный удивить человека, либо затащить его к нам в магазин сюда, либо затащить к нам на сайт и выбрать там инструмент, либо, в конце концов, если вы хотите предоставить полную свободу выбора, подарить человеку подарочный сертификат на определенную сумму, чтобы он мог сам выбрать для себя инструмент своей мечты. А их у нас тут множество на самые разные вкусы, на самые разные стили. Но тут уж смотрите все наши остальные видео, там мы подробно в этот момент окунаемся. Ну и так же, как в случае с электрогитарами, любому акустическому гитаристу не помешает еще одна акустическая гитара. Поэтому ровно такая же схема. Можете переводить его к нам, можете переходить сами, можете выбрать гитару на сайте. Они у нас есть от всех бюджетов до вообще бесконечного лимита. Поэтому мы точно что-либо подберем. Либо вы можете приобрести у нас вот такой сертификат на любую сумму, и он уже придет и выберет подходящую гитару. Если что, он может поднакинуть джинджат, если ему понравится что-то подороже. Один из самых простых способов прокачать звучание инструмента, это поменять в нем звукоснимателя. Это вообще очень распространенная тема, потому что даже из какого-то стартовой, не очень дорогой гитары, за счет качественных американских звучков, можно будет получить совершенно другое звучание. А главное, зачастую можно приблизиться к звучанию любимого музыканта, потому что очень много звукоснимателей сделаны по мотивам звукоснимателей того или иного артиста, знаменитого музыканта. Поэтому классная еще одна идея, это подарить звукосниматель, либо сет, как правило, из двух звукоснимателей, они идут парами, вместе с его последующей установкой у нас в мастерской. Любой гитарист рано или поздно захочет послушать свою музыку в записи, записать что-нибудь свое, чтобы показать это друзьям и родственникам. Поэтому гитарный набор для записи музыки дома будет, наверное, самым крутым подарком, от которого будут в восторге точно все. Если у вас, ну, в случае, если вы себе покупаете подарок, либо у гитариста, который с вами живет, нету, например, звуковой карты, то суперкрутой подарок — это набор для записи. Мы как раз сейчас его сделали, его уже можно купить у нас на сайте, и туда входит абсолютно все, что только может понадобиться музыканту, чтобы записать себя в компьютер. Там есть звуковая карта, всевозможные кабели, наушники, микрофон, стойкий для этого всего, то есть вы покупаете это один раз и навсегда про это забываете, и можете слушать музыку собственного сочинения из колонок. И помимо вот этого всего набора мы еще и записали целую видеоинструкцию, как этим всем пользоваться, как пользоваться самим облитоном эта программа для записи. Поэтому точно не волнуйтесь, что вы или ваш гитарист с этим не разберется. Разберется. И одним из самых крутых подарков для акустического гитариста — это будет акустический комбоусилитель. Если у него гитара с подключением, то есть есть звукосниматель, то завершающим, скажем так, этапом это будет приобретение именно комбоусилителя. У нас в двух моделях сейчас на сегодняшний день это профессиональный немецкий комбик AR и европейский Blackstar Sonet. Все комбоусилители снабжены входом инструментальным для гитары, собственно, и для микрофона, то есть если он любит попеть в компании, где-нибудь на небольших площадках, то это будет просто суперский подарок. И также у нас новинка — активный сценический монитор LR Bugs Synapse. 500 ватт, ребята. То есть вы просто берете гитару, подключаете, включаете микрофон и поете. Заходите к нам на огонек, Пела скрипка ласково и так нежно, В этот вечер я так одинок, Я так промок на лесенок, Дома ждет холодная постель, Пьяная соседка, а в глазах похоть, Здравствуй, старый друг, метро-дотель, Мадемуазель, Привет, Рошель, Сегодня болен я душой, Так выпьем же, друзья, со мной, Парарам, парарам. Ну вот и все. Топ подарков любому гитаристу на Новый год, который мы все сами себе бы тоже хотели. Спасибо, что посмотрели это видео. Внизу есть ссылки на все, что мы говорили. Пишите в комментах, если мы что-то упустили. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok